Всем привет! Играю партию с Гроссмейстером из Франции. У него огромный просто рейтинг, 2.831, но, к сожалению, в профиле не написано, что это за игрок. Я думаю, один из топовых Гроссмейстеров, поскольку приблизительно такой же рейтинг у Накамуры, у ваш Елогравы и у многих других Гроссмейстеров из первой десятки. Ну, попробуем указать сопротивление. Здесь у нас разыгран новоиндийская защита. Я двойной фианкета провел, еще слона решил на Б2 вывести, чтобы он как-то простреливал диагональ. Так, он тут меня зажимает немного по центру, но я снова коня вернул на Д4. И думаю, если сейчас встану Е3 и Ферзь Е2, то получу, в принципе, неплохую позицию. То есть пешка Е4 в каких-то моментах может оказаться слабой и объектом для атаки. Так, а он, видно, хочет перетащить коня через Е5 на Д3. И я, наверное, не буду позволять ему это делать, поскольку он будет здесь очень не мешаться. И должен я своего коня убрать, скорее всего, с Д4 куда-то, чтобы сумел этот план провести я, помешать сопернику. Ну, пусть будет конь С2, да, пока что. И здесь убивать, не убивать, наверное, убивать нужно, хотя слон у меня тоже сильный. А может быть, не стоит и попробовать слон Д4, вот эту вот слона разменять, которая на С5 у него стоит активно. Потому что уж больно хороший у меня был слон, и разменять его на коня не очень хочется. То есть у меня-то кони не очень активные, в отличие от соперника. И ладя С1 мне трудно будет встать тоже, поскольку конь Д3 сразу меня будет сгонять. На ферзь Д7 ход с планом, где-то на А3 хочет подключиться. Пока что ладью еще подведу. Вроде каких-то конкретных угроз нету сразу. Так, и вот здесь, наверное, уже убью. И сыграю конь С4. Хочу побольше фигур разменять, чтобы легче было дышать. Потому что зажал он, пешка Е4 меня тут очень серьезно. Не очень комфортно себя чувствую в этой позиции. Так, он, видно, ловушку ставит, да? На конь Д3 ЕД. Но у меня же есть еще ферзь на Ф3 такой ходец. Давайте попробуем. Перекроюсь. Вроде ничего не зеваю. Как он будет играть? Мне кажется, что пешка Д3 слабоватая. Кстати, если кто-то знает, кто такой вот этот Энейвел, мой соперник, то, пожалуйста, напишите. Потому что в инфо не написано, а очень хотелось бы знать, потому что рейтинг просто высочайший у него. Так, H3 здесь. И, наверное, уже ушел. А может быть, кстати, вместо H3 ладе Д3 надо было... А нет, там конь Е5 была вилка, значит, все правильно. Этот ход был невозможен. Но теперь у меня появляется очевидный план. Это атака на пешку Д3. И нужно будет со временем ее выиграть. Пока что не пускаю ладью по линии С. То есть, такие профилактические ходы делаю. А потом уже, может быть, F4 и король F3 буду подтягивать фигурки. И отъедать пешку на Д3. Так, может быть, здесь B4 получится сразу? Почему бы нет? Ну и остались мы, наверное, с лишней пешкой здесь. Приступаем потихоньку к реализации. С чего бы тут правильнее начать. Может быть, с хода F3. Вот так вот. Так, время, к сожалению, поджимает. Тут большая проблема. B5. Хочу на коне А2, ладья А3 и ладья А7. Вот таким образом. Так, пешка по-прежнему лишняя. Но реализация тяжелая здесь. У него активность все-таки. Так, хочет меня тут шахами одолеть. Соперник ускорился, кстати, явно. Ну да, это его шанс. Загнать меня в цитнот и где-то выиграть по времени. Ладья Е5 пока что защищусь. Сюда пошел. Так, не очень он здесь хорошо стоит. Нужно возвращаться и А5. Так, и здесь, чтобы не попасть под вилку, ухожу королем. Так, все равно он мне тут угрожает где-то, да? Так. Совсем мало времени, 22 секунды. Так, все равно он мне тут угрожает где-то. Так, все равно он мне тут угрожает где-то, да? Так, ну здесь ничья. Я предложу сопернику ничью. Если откажется, значит, будет рубить мне просто в наглую флаг. Не очень приятно, но что делать? Рубит флаг. Просто в наглую. Так. Ну, в принципе, понять можно. Часто так в лице делают. Так что обижаться на это не стоит. Сам иногда этим грешу. Ну, здесь, похоже, мне удается выиграть. Или ничья, или выигрыш. Так, а он хочет мне... Что он хочет? Я не могу понять. Я мат пошел ставить. Так, мат не успеваю поставить. Да, очень жаль, что не успел. Но ничего страшного. Позиция, конечно, выигранная была под конец. Продолжение следует...